что расскажу пять процентов так что недолгая история будет в общем выхожу я на улицу сейчас нет начну сначала для чего использованная туалетная бумага соответственно использовалась я пошел купить еще использованные бумаги выхожу сразу подскальзываюсь удерживаю равновесие за двери ручки двери потом думаю что за хрень еще и сверху дождь такой мелкий но если километр два пройти можно полностью промокнуть возвращаясь за зонтом выхожу собственно на улицу и замечаю гололед просто вообще везде то есть иду в модусе там майкла джексона супер талант 2017 выполняя всякие кубиты и в основном иду в позе как будто этот гель для то есть смазка для велосипедных памперсов не сработала засохла полностью и вот мне нужно вот так идти то есть широко расставляя ноги замечаю что происходит на улице то есть резко вообще реагируют службы дорожные просто видишь прямо как налоги работают это вообще прекрасное чувство то что вот сервис какой-то оплаченный тобой наконец-то работает вообще очень круто то есть маленькие машины такие знаю какие-то гольф-кары типа проезжают со скоростью приличные где-то 25-30 километров в час по велосипедным дорожкам опыляют их солью большие тягачи ездят по главной дороге и вот за одним из таких маленьких я и последовал потому что подумал а сейчас он соль рассыпят и я прямо за ним и будет все безопасно не тут-то было соли нужно опять-таки время чтобы основное действие произошло дальше продолжаю наблюдение по дороге идут люди тоже сложным как-то ходить велосипедисты некоторые уже спешились и идут по главной дороге они по велосипедке даже и по пешеходке потому что главная дорога все-таки за счет того что машины по ней частенько ездят чище и там меньше вариантов меньше риска подскользнуть и далее происходит следующее у меня все это время наушники поэтому я все это воспринимаю как-то до другой перспективы то есть не так эмоционально но в любом случае иду я по довольно широкой велосипедке и тут выдвигается колесо сначала потом сам велосипед свет отсутствует у меня уже включается модус то то и что такое тут и далее вижу девушку довольно таки молодую она едет на этом велосипеде вообще нет ни страха ничего просто так вкукожил свой шарф куда-то не знаю по дела может за сегодняшний день и настолько все затрахало то что она уже все на автопилоте то есть без света и едет совершенно стабильно держат линию как профессиональный гонщик тур де франц далее смотрю оглядываю сверху вниз вижу вот вот такая шпилька просто думаю я сейчас сейчас что-то случится то непонятно как я смогу помочь этой девушке ну поднять там само собой но какой совет дальше сделать вы можете пройти спешившись и тянув тянуть велосипед с собой чтобы не подскользнуться но на ней вот такие шпильки которые возможно ли еще даже хуже чем резины велосипеда и далее эти мысли у меня роется в голове но она проезжает совершенно уверенно дальше и ничего не происходит и в этой связи да не знаю какой вывод сделать но у меня уже столько вы мыслей возникло то что вот я думал будет опасно велосипеде ехать в понедельник если вот такая фигня а тут как бы такой случай и главное парни едут такие модные сразу видно по новым air max которые бега в жизни не видели едут тоже на велосипедах по той же велосипедке но они едут крутанут один раз педалями и ноги в обе стороны растопыривают чтобы если что можно было воспользоваться как этими дополнительными колесиками как на коньке горбунки а вот эта девушка просто вообще не знаю какой вывод из-за этой ситуации сделать наверное то есть риски имеются и их лучше всего избегать всегда найдутся такие люди которые будут проходить эти риски как будто да как будто это и риски там не знаю леденец съел проглотил все его нету нет проблемы но большинство риски воспринимается по-другому имеет совершенно разные последствия это все на сегодня если у тебя возникли мысли по поводу этой истории ты хочешь рассказать о своих наблюдений пожалуйста в комментариях и спасибо за просмотр до до и на ужин сегодня полбины и спагетти немножко шампиньонов немножко кукурузы немножко лучка топ